Между тем, депутаты окружного собрания нынешнего созыва провели сегодня последнюю сессию. В повестку дня заключительного мероприятия внесли 29 вопросов. Некоторые из них касались социального блока. Так депутаты приняли изменения в закон Ненинского округа о здравоохранении и мерах поддержки семей, имеющих детей. Изменения в социальные законы Ненинского округа инициированы главой региона Александром Цибульским. Многие из них основаны на обращениях граждан. Так, в региональный закон о здравоохранении внесены изменения, устанавливающие меру социальной поддержки граждан, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи методом гемодиализа. Теперь жителям округа, получающим данные о лечении за пределами региона, будут ежемесячно компенсировать траты, понесенные за наем жилья в Архангельской области. В настоящее время на территории Ненинского округа отсутствует возможность оказания медицинской помощи методом гемодиализа граждан, которые нуждаются в данном виде помощи. Данная процедура является жизненно необходимой. Срок проведения, в зависимости от состояния пациента, от трех раз в неделю до ежедневно. Проектам предлагают установить расходные обязательства на предоставление данной меры поддержки. При этом порядок, условий и размер компенсации за наем живых помещений будет устанавливаться в администрации Ненинского округа. Как отметил Сергей Свиридов, гражданину будет выплачиваться компенсация в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей. Еще одна мера социальной поддержки позволит жителям сельских поселений бесплатно добираться авиатранспортом в окружную столицу для получения медицинской помощи по направлению. Сейчас данная мера предоставляется в виде компенсации. Также в закон округа внесли изменения, касающиеся обеспечения бесплатными медицинскими препаратами отдельных категорий граждан. Речь идет о детях в возрасте до 7 лет, включительно из многодетных семей, имеющих удостоверение многодетной семье. Норму выдачи удостоверения также приняли на сессии. Удостоверение выдается семьям, имеющим на воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, включительно, не состоящих в браке, совместно проживающих с родителями, либо обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего или высшего профессионального образования, либо проходящих военную службу по призыву. Указанное удостоверение, помимо прочего, позволит многодетным семьям воспользоваться льготами при посещении музеев, цирков и других учреждений, расположенных за пределами региона. Впрочем, у многодетных семей Нейнского округа, благодаря принятым изменениям в закон, появилась и возможность использовать средства регионального материнского капитала по расширенному перечню. В настоящее время предусмотрена возможность оплаты за счет средств материнского капитала только специализированной и высокотехнологической медицинской помощи. Также получение ребенком детьми санаторно-курортного лечения и реабилитационного лечения. Улучшение жилищных условий, в том числе в виде использования средств материнского капитала на проведение ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. Все изменения в региональные законы и на сессии были приняты в первом и втором окончательном чтениях.